Ибо отныне мы с тобой пойдем по заведениям закрытым. Вот она, вот она, соблазнительница чертова, а! Потому что заправляют там всем девочки. Лучшей негрони в твоей жизни у меня в руках. Конечно, никогда мошонку у коней рассматривать не предлагаю. Магия. Это потрясающе. Сиськи и соски на них. Я не выбирал, но так получилось. Если бы вы оказались здесь в конце 90-х, в начале нулевых, вы бы увидели, как вот отсюда выходили я, Жека и еще один чел, и несли пустые бутылки. Мы выходили от Иссиля Линстранд, которая работала вице-консулом Швеции. И так уж получилось, что я познал ее любовь. Но это отдельная история, как мы там отжигали. Здесь консульство шведское. А здесь девочка красивый, белый такой, смотри. И это профессионал. Она на самом деле водит по барам и учит людей правильно бухать. Я сразу скажу еще раз, что я-то особо не бухающий, но я чисто пробующий. Это, как мне назвали, алкокуколт. Мне кажется, я сегодня могу тебя обратить в нашу веру. Надежду и любовь. Не зарекайся. Ну, поверь мне, меня уже у нее обращали не раз. Так обратили один раз, что я 10 лет не пил. Значит, мы с вами находимся в шведском переулке, который назван так, потому что здесь шведское консульство. И вообще это шведско-финское слободач, ухонское. Я вообще хотел здесь отдельно сделать какой-то маршрут, потому что там меня все время зовут в музей Зощенко зайти. В общем, тут масса всего. Ну, а мы идем, собственно... Мы идем с тобой в классику, понимаешь, классичнее этого бара в городе, правда, нет. А ты знаешь, что? Я даже не сказал, как тебя зовут. Давай представлюсь. Меня зовут Татьяна, потому что в Санкт-Петербурге иначе зваться Гришно, понимаешь? Уже ли та самая? Ну, правда, та по-французски порлякала, да. Ну, у ее. Если так пойдет, то тогда я в ладею французским. Мы с тобой в баре, которому в этом году 13 лет исполнится. Это, кстати, очень большая цифра. И знаешь ли ты о том, что владелец его, Алексей Шапошников, это тот самый человек, благодаря которому вообще в Санкт-Петербурге появилась Академия и Школа Барменов. Так что... Божечки-кошечки! Понимаешь? У нас с тобой сегодня... Ну, вот где надо образование-то получать, на самом деле, в Академии Барменов. Но тут еще, знаешь, круть крутая в том, что он прям такой классический, английский. Мы сегодня с тобой пройдем по разным барам. Будут спикизи бесконечные. Ну, а тут, понимаешь, царство алкоголя. Слушай, да, я здесь когда-то был, но я был здесь очень давно. Так давно, что я уже... Мы к вам. Да, мы к вам, да. Так, ну что, я тебя, понимаешь? Ты меня сюда. Давай я тебя сюда. Сама я сюда. Вот вы are going to, так сказать, taste. Да, ну, я уже насыщена... Я теперь по традиции сниму, знаешь, неприлично же, да? Слушай, ну, а мы по традиции, как Маша в прошлый раз говорила, да, что там от бармена, как трясет, так кончает? Ой-ой-ой, после этой реплики я выключил видео. Какой кошмар. Тут, мне кажется, на моем французском ушли. Должны были. Мы к тебе. Как и положено, понимаешь, в любом птическом заведении профессиональном, нам с тобой рот всегда будут держать чисто. Воды. Начнем. Боже, какая божественная вода. Очень, очень, очень вкусно. Мы к тебе, знаешь ли, сегодня с особой миссией. Смотри, давай, наверное, будем пить мы. Вот хотелось что-то классичное. Вы знаете ли о том, как выглядит вообще здесь коктейльная карта? Есть меню в заведении? От того, что здесь, в общем-то, можно начать и, собственно, закончить, потому что бесконечное количество коктейлей разрабатывает, которые лично владели заведением Алексея Шапошникова. Но я предлагаю вам совершенно уникальную вещь, от которой воротят нос практически все. Мы будем пить с тобой. Кусок? Мать. Это я вместо пи сказал. Мы будем пить матушку. Не, 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 одно. У нас такой тест, 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 драйв. Тест драйв. История, напитка, такова, значит, Алеша придумал очень крутой шот, но ему долгое время не было названия, потому что, в общем-то, как бы не случилось, не срослось. И тут заходит общий наш знакомый, выпивает эту дрянь, и на что у него только единственный комментарий, то, что, ёпт, моя мать, что это было. Собственно, так закрепилось название, но чтобы не материться каждый раз, конечно, для девчачьей версии ее оставили такой матушкой. Поэтому шот матушки ожидает нас. И мне кажется, начать вечер с водки, это очень, понимаешь, в духе Татьяны и Санкт-Петербурга. Я вспоминаю, на самом деле, те времена, когда я к воде, да, в городе Астрахани, когда мы, это было, боже, что кошки, мне было 17 лет. То есть практически уже почти 30 лет назад. Представляешь, какой я старый, да. Ну, ничего, мы будем гулять с Алиночкой, она скажет, молодая девочка, почему она со мной общается, там будет такой прекрасный мемчик. Соответственно, берег реки, Волги, хотелось бухнуть. Ну, соответственно, мы собирали арбузы, девчонки, помидоры. Денег нет, да и послать некуда. И, короче, разлили воду по рюмкам, сели в круг и начали, ну, вот, как вот там положено, там, с тостами, со всем делом. И вот прикиньте, короче, шандараху, то есть все-таки вот психосоматика, она... Говорят, это с перцем, да? Я не могла выбрать иное. Я понюхаю. Конечно, конечно. Отвратительный. Это надо пить, я так понимаю, не взбалтывая, да? Не взбалтывая, мало того, надо прям с локтя по-хорошему. Ой, ну, слушай, мы же не эти. Ну, мы не эти. Поэтому... Чик-чик-чик-чик-чик! Да. Значит, смотри, тут помимо перца, еще и вот эта вот вся часть. Я оставлю для гостей, понимаешь, которые придут потом в это заведение. Вот загадочку, да? Всем нужно будет разгадать пасовое. Что там эти сосочки ваши вам расскажут. Сверху водка. Сверху водку. Ну... Что, надо мешать? Нет, нет, ни в коем случае. Я говорю, что надо... Что там? Ну что, я готов? И расскажешь историю про воду. Друзья мои, алалуя! Как стоит начинать со мной знакомство, да? Да, да, да. Первым делом. Ну что, фуфу. Мне вот хорошо. Мне становится легче и лучше. Люди делятся ровно на две категории, которых тошнит от этой дряни. Потому что это реально, честно говоря, фуфу, послевкусие люто. И которым нравится. Но если нравится текила... Жалко, мы не можем сейчас подсылаться в засос. Очень жаль. У меня столько перца, перец. С меня довольны. Собственно. Я уже чувствую этот обрэ. Это прям, да. Полшебного ртового отверстия. Я вот эту капельку на сверху. У меня у меня, да, заразовело, понимаешь? Все. Ну как? Слушай, ну на самом деле... Вполне. Да. Как будто кетчупа табаско туда нахерачили. Правда. Он именно такой на вкус. Это прям такое барбекю с водкой. Но с него хорошо... Есть смешная история о том, как, значит, пришел, видимо, какой-то девичник в это заведение. И у меня здесь находился мой коллега и друг близкий. Он работает тоже гидом наш с тобой, коллега. И, говорит, пришли девочки прям, ну, милейшие вообще совершенно. И он на них, говорит, смотрит, что будут заказывать. Нам четыре матушки. И они хлоп одну, вторую, третью. Так что, в общем, не все это золото, понимаешь? Так, а что ты еще хотел здесь? Здесь, собственно, мы закончили. Да, можно... Мы, да, сегодня самые такие богатые клиенты у вас. И самый быстрый. Называется, принцип кролика. Можно их схватиться? Ну, а про самое заведение. Если будете посещать, то действительно вечером... Ну, я бы начинала здесь. Ну, прям классика классичная. И ребята, большие профессионалы, молодцы. Если следите за ними, как они смешивают, не взбалтывают и шейкерят, то они прям с большими профессионалами. Я могу рекомендовать это место прямо для того, чтобы гостей удивить, себя порадовать. Как ты это делаешь? Понимаешь, у всех отключено, а ты... Кто ты? Спасибо. Я магичин. Маги-магичин. Потому что я перец, 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 перец. Спасибо. И вот под эту музыку. Au revoir, messieurs, mesdames. Мы сошли от этого endroit très parfait. Ну, и я со своим «oui». Да, со своим «oui». Ёпта. Значит, друзья мои, мы на самом деле, поскольку у нас сегодня такая история, что точки достаточно далеко разбросаны. Ну, в смысле, по крайней мере, вот эта конкретно точка, она немножко далече разбросана. Поэтому мы сейчас немножко прогуляемся на канал Грибоедова. Там с вами простимся, а мы твоего кипарика оставим. Он нет, нет, что-то он нас найдет. Вот за ним и карета. Вот. Мы выйдем сейчас на канал Грибоедова, и там прервемся, сделаем кат. Вот, и потом мы с вами встретимся уже на Литейном проспекте, где вот я буквально недавно надел экскурсию, показывал, где я жил. Как положено там сейчас лайк, подписка, не переключайтесь. Не-не-не-не, я этого не говорю никогда. Конечно, не говорю. Но и мои примеры. Я считаю, что... Ты вот пока мы идем, лучше про себя расскажи вот именно про твои проекты, все, что ты вот там хотела, там эти иммерсивные, вот это все, что там у тебя. Мы с тобой, собственно, как познакомились, знаешь ли, между прочим, это она. Даже флёр от матушки, понимаешь, он создаёт настроение. Есть такое? Мы с тобой как познакомились во время экскурсии, называется она «Порочные». И рассказывает она о нравах и людях. Начало XX века, даже XIX-XX век, я взяла за основу семь смертных грехов и решила протащить сознание человеческое, собственно, по ним через городские трущобы в том числе. Поэтому начинаем мы красиво, как водится, на Невском проспекте, в Гранд-отеле Европа, но потом, как и полагается, скатиться порядочным людям XX века, закончим мы в Апрашке, на Апраксином рынке. Вдохновил ты меня, между прочим, своим видео, где ходишь-бродишь по Апраксиному двору. Так что я так искала выход на второй галереи, на второй этаж и не нашла. Так что... Ты моя альмаматор, я там работал два года, собственно, поэтому чем я такой в жизни не занимался, к этому я пришёл, в общем-то, совершенно случайно просто, переселившись в центр и поняв, что я не знаю ровным счётом абсолютно ничего вообще. про свой родной город Петербург. Вот в годы моей молодости тут никаких ворот не висело. Потому что я... О, хорошо-то как, ты же посмотри, после водки. После водки. Ну вот, друзья мои, подзвуки этих гидроскутеров мы на фоне этого прекрасного заведения, точнее заведения всё уже, строения, на месте которого случилось совсем непрекрасное событие, но об этом вы посмотрите отдельно. Мы сейчас с вами прервёмся и встретимся уже буквально вскоре, так что, как говорится, не переключайтесь. А я говорила, что он говорит. Лайк, подписка. Друзья мои, как вы могли заметить, иногда мы будем погружаться в полную сьму, и это только начало. Дело в том, что дальше у нас будут проходы в такие бары, в которых мы не можем зайти и сказать, знаете что, включите, пожалуйста, свет. У нас тут съёмка для YouTube-канала. Поэтому, ну, действительно, там такая будет, мягко говоря, мрачная картинка, что вызовет, конечно же, нарекания у многих людей. Мы живём в тяжелейшее время, когда народ пишет, где тайм-коды, почему съёмка не в 4К и так далее. Ну, в общем, наверное, шахтёрам в шахтах сложнее. Поэтому, увы и ах, извините, сорян, но так оно будет, и, наверное, не только в этом выпуске. Зато вас ждёт, я надеюсь, огненный саундтрек в виде наших, так сказать, диалогов. Поэтому, ну да, вот я делаю такую ремарку, чтобы вас предупредить и настроить на правильный лад. Картинка будет, как в анусе у негра в некоторых моментах. Но, тем не менее, я думаю, что кто может смотреть третьим глазом, тот получит удовольствие. А давайте начнём с романтического кадра, вот с такого. Ну, чтобы, так сказать, концепция моей жизни... Это пипи-де-шан, ароматы Петербурга. Вот мы, собственно, и окочурились, очутились на Алитино-проспекте. И мы здесь ещё очутимся, потому что мы, в общем-то, отсюда-то уже пешком пойдём, мы не будем ни на чём ездить, и мы ныряем в подворотню, где нас ждёт страшное. Или прекрасное. Как страшное и непрекрасное. Ты с ума сошёл? Ты знаешь, что заведение, в которое я тебя веду сейчас, оно прекрасно. Оно прекрасно. Потому что заправляют там всем девочки. Х-з-о-яйка. Понимаешь? Между прочим, основатели, значит, этого заведения, они же Эль Капитес, вошли в топ-500 лучших заведений мира, Пашенька. Не то, чтобы... Ну, Пашенька, я знаю, меня туда за ручку привёл веще лисов. И, собственно, детище, детище нас сейчас будет встречать в образе девушек, ибо работают они там на всех позициях, кроме шеф-поваров. Ну что ж, обоих делах. В царство, понимаешь, в царство женское я тебя приглашаю. Есть особое правило, ибо отныне мы с тобой пойдём по заведениям закрытым. Надо звонить. Да, и ух, что эти правила? Помню я в нулевых вот эти закрыты, типа, абсент и ещё что-то там. Они были закрыты-закрыты, а потом они что-то раскрылись, потому что... Это вообще, мне кажется, такая чисто питерская история, когда появляется какое-то закрытое место. Оно очень-очень тайное. Привет. Здравствуйте. Мы за кровью младенцев. Так, ну что там шумно-гамно весело. Ничего страшного. Спасибо, Иван. Вот они с кровью младенцев выходят. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. А можете не вешать меня? Да, ну буквально там гречи поесть и поедите дальше. Так, ну что, застойку. Да, застойку, конечно. Это стоит, имею в виду слова. Да, 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 да. Итак, женское царство. Здравствуйте, девочки. Добрый вечер. Значит, что здесь происходит? Да. Значит, здесь происходит, между прочим, чинное и благородное вакханалие. Да ты что? Ибо, как я уже сказала, да, и видите на всех позициях девчонки, они специально одеты, оборудованы и обучены, потому что они все выпускницы той самой академии барменской, которую Леша когда-то основал. Так что мы логически продвигаемся, логично не было. То есть это дипломированные специалисты. То есть можно рассказать, девушка, а можно ваш диплом, извините? Вот я вот как бы... Так, второе выше, покажите. Да, да. А мы, знаете ли, сразу хотим фишку вашего заведения, не грони из фонтана. Конечно, без проблем. Хотя, может быть, мы начнем с чего-то более легкого? Вода. Это тоже 100% будет. Нет, мы можем начать с каких-то апельсиновых напитков. Дело в том, что у нас такой турчик. У нас алкосерфинг. Да, да, да. Алкосерфинг на самом деле совершенно истинное понятие, знаешь ли, ибо ровно так мы путешествуем. Ты знаешь, присаживаешься на волну. Себя фотографируют. Я звезда. Мама, я в телеке. Так, вам нужно будет два, три. Не, нам на самом деле один. Мы очень богатые и... И перспективные. И перспективные. Так, ну что, мы ждем стакан и открытие фонтана. Знаешь, да, что Татьяна была не фонтан? Татьяна была не фонтан. Вот, я так понимаю, он, да? Да, это он. И сейчас нас проводят, проведут. Красивый, да, девичка такой? Огонь. Огонь. Смотри, значит, тебе выдают вот такой стакан. И я сразу хочу обратить внимание на лед. Мало того, что он брендирован. И запомните этот лед, потому что сегодня я покажу кое-что. Подожди-ка секундочку. Ты знаешь, что сделать? Неа. Давай, давай, ты сейчас сделаешь это здесь. А я тебе покажу, значит, просто есть, значит, схема вращения льда. Я в одном из заведений тебе сегодня покажу, чем будет отличаться, да, вот такой совершенно профессиональный куб. Ну и для того, что ты себе много не налил, мне кажется, конечно, такой кусок тебе заряжает. В туманном, 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 айсберг. Или нет, не в тумане. В туманном, из тумана вырастает. Так, то есть мы что, мы туда ныряем, да? Нет, подожди, я его сейчас включу или что? Девочки, девочки. Девочки. В туманном, 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 туманном. Я не знаю, что ты, наверное, не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь. Итальянский, ну это, естественно, аперо, всем хорошо знакомый. Негронь, в общем-то, является ровно таким же напитком, который бесконечно пьет в Италии. Я там жила, так что я тебя, понимаешь, прям классическое место. А сколько ты там жила? Я там жила в общей сложности год с заменами визы. Тебе говорили там, сеньорита, комплименту. О, мне чего только не говорили. Ты знаешь, как отправить на Зойленого итальянца во своё сию? Ну, ко мне он не приставал, но какие мои годы. Есть, значит, пополняем копилочку, да, как 300 барменов, я уже знаю, во Панкулу. Потому что это вот прямиком, значит, в задницу, что он там скрывает. Так что, если у вас есть навязчивые, назойливые какие-то поклонники, во Панкулу, всё произойдёт. Ну, я по опыту знаю, не знаю, как нашут в Италии. А во Франции все понимают, пошёл, все поголовно это знают. Рабочий, рабочий. Очень рабочий вариант. Но мне, слава богу, не приходилось этим пользоваться. Я просто знаю там из других историй. Я вас... Хочешь, да, дегустируйся? Конечно, хочется. Давай. Ну-ка. На мой вкус он здесь сладковат. Сладенький, ну, приятно. Да, вообще, не Грони, страсти, как лично я люблю, потому что я люблю такие крепкие достаточно и коктейли в том числе, да, что-то короткое, крепкое. То есть, и такая женщина, к которой надо обращаться определенным образом. Ну, а теперь не получается, всё хорошо. Дрочеры. Здесь просто, смотрите, да, это чан, его наполняет, соответственно, он циркулирует, в общем-то, целый день. Есть даже час, насколько я знаю, там, с 5 до 6, вот оно как бы дольется здесь рекой, соответственно, и тут ходить такой своеобразный шведский негрунный стол. И он на мой вкус всё-таки сладковат, потому что, когда его делают себе индивидуально, у него появляется вот эта пикантность, остринная алкоголь. А здесь всё-таки сладко, но вы можете прийти, сами попробовать, ибо ежедневно, да, смена происходит в этой чаше. Слушай, он по-прежнему тебя снимает. Хочешь её? Признайся. Я первый не знаю таких вопросов. Ваше здоровье, ваше здоровье. Я не джентльмен, я тварь. Можно расплатиться с вами, уважаемые? Ну что? Да, да, разливается, разливается этот петербургский вайб. Фу, эти ваши англо... как это? Англо-санц... это пятая колонна, пятая колонна. Всё, всё несёт. А как-то в Италии очутилось? Что ты там делаешь? Много лет назад, когда ещё не было у нас в Санкт-Петербурге техники прокатной на воде, я имею в виду катеров почасовых, я занималась, собственно, яхтами и была вот у истоков, это был тогда Франкарди-клуб он назывался, и вот мы первые, мы первые, кто запускали вот эту вот аренду в Санкт-Петербурге, и, соответственно, в Италию меня увело партнёрство и занималась яхтами. Поэтому, если, мало ли, у вас есть яхта, я могу её продать. Конечно же, нас смотрят как раз те самые люди, которые... Расширяем целевую аудиторию, вы приобретаете яхту, я знаю, где достать. Нет, в самом деле, кстати, среди них есть дух, точно знаю, которые могут купить яхту. Что ж. Большое спасибо. Большое спасибо. Заходим, а вы заходите, видите, чейнч, чейнч. Друзья мои, вы, конечно, скорее всего, нальёте там немножечко говнеца по поводу того, что тёмная была картинка, мы специально это снимаем вот таким образом, знаете, мы не ставим свет, потому что, ну, вот, ощутите, да, мы, мы, да, мы за натуральную красоту, за натуралов! Раз, вот эти все, вот эти, вот эти вот, вообще, вот туда их, а мы за, вот, понятно, вот, потому что. Вот чем прекрасна стрижка на лысо, да, нет, мы идём вот туда, 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 да, 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 да. Там прекрасна стрижка на лысо, каждый, каждый год, то ты сначала идёшь такой волосатенький, потом ты с иракезиком, а потом ты видел этот иракез, который тебе, кто там, сталилитийщик. Да, сталилитийщик. Да, сталилитийщик. И ещё один сваренный, уже реально из жести, не, ну, круто, да, 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 нет, нет, у тебя есть чувак в кепке, вот, с ним, короче. Он не в кепке, а в, как это назвать правильно, понимаешь, это бирет. Шаподы. Вот, шаподы и голова. Да, так вот, короче, возвращаемся к теме, что, когда ты уж такой вот, да, тебе там, типа, чё это, чё? И, знаете, как-то человек вдруг ощущает питерский вайб, назовём это таким образом, да, потому что, ну, как бы у меня, знаете, я человек из девяностых, у меня с одним, я говорю... У тебя питерские вибрации у тебя. Да, я говорю, да, конечно, сударина, или сударин, безусловно, мы сюда что-то. Да, у нас сломан федобор, да, нам на левом городе. Это, это главный перекрёсток у нас в городе Литейного и Невского, причём Литейного, Владимирского и Невского, прикиньте, не работает светофор. Хорошо, что мы с... Вот я как... Нам сюда, сюда. У нас сегодня тут прям... И как круто, что я не ломанулся в машине, мы остановились на фонтанке, у меня прям вот антенки были. Слушай, вот это говорят, ну, я помню, действительно, это одна из первых шавух, Ну, я как бы не уверен, что вот она сохранила тот самый вайп. Мне кажется, от первых шавух вообще вайп сохранили, по-моему, только на Большой Зеленино, на Чикаловскую. Всё непременно, надо отправляться. Поговаривают, самое вкусное в городе. Да? Надо, 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 надо сделать наш такой личный шаверма-патруль. Согласна. Так, ну что? Мы ныряем в очередную. Мы дошли с тобой, да, и ныряем в очередную подворотню, потому что теперь я хочу тебя, значит, от классических баров немного увести в сторону спик-изи-бара. Наконец-то, я так устал от этих классических баров. Но нам не обойтись, понимаешь, без английских этих слов, потому что спик-изи... Нет, 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 я вообще не про это, спик-изи... Здесь смотри, попадаешь сюда, когда самостоятельно, ну вот днём с огнём, ну, посмотри, да? Ну, вообще, на самом, вот всякие вот как раз там абсенты и прочее, они вот так и были устроены, да, да. И времена сухого закона, да, всё-всё совершенно логично и понятно, скрываться надо, выпить хочется. Да, поэтому спик-изи-плиз. Окей, бэйби. And let's go. Let's go to our little adventure. Я так понимаю, вот по этой кнопочке... Да, смотри, волшебную кнопку. Там тебя в глазок сейчас разбедит... Люди добрые. ...злой охранник. Мы к вам с... С визитом. ...благой вестью. Немножко денюжков оставить. Опачки. Добрый. Добрый, здравствуй. Огнить огненные водицы. Я тебя, я тебя, я тебя, я тебя, гостя дорогого. Водицы огненные и спить. На себя. Святая святых, добро пожаловать. А вот что значит закрытый бар, посмотри. Только свои, понимаешь? Суббота вечер. Это очень прибыльное дело. Себя открывают все эти... А, все, на скрещение, да? Так, ну что, мы с тобой на стойку... На стойку, да. Я танцевала на стойке. Да, вы равно ушли. Я выбирала эту. Да, давай. Да. Выбираем. Что, оператор себя подсняла? Ага. Хочется славы, да, немножечко? И пейте. Мы с тобой, в общем-то, действительно, святая святых. Это такой спик-изи, которому 9 лет. Как ты уже понял, со двора, в общем-то, самостоятельно, если его искать. То надо знать, куда идти. Надо знать, на какую кнопочку нажать. Да, но узкому кругу вход открыт и доступен. Ребята, которые... Значит, вот они, собственно, оба два. Женя и Илья. Они разрабатывают, собственно, концепт. Однажды участвуют в фестивале, где представляют три вида джентоника. Расскажи, каких. Давай. У нас очень много видов джентоника. Как минимум, он просто стоит на полке, плюс еще много вариаций. Но всегда мы рекомендуем наш джентоник гранатовый, потому что мы его подаем уже очень-очень много лет. И он очень популярный, потому что он сделан с любовью. Ну, а я просто обязана отмечить о том, что есть и необычный джентоник, например, на бекон. На беконе? Это более коктейльная версия. Да. Нам гранатовый. Слышь, чулиха, из гранатов, из гранатов, что ли, извините, которые разрываются, да? Да, были джентоники, они поставали. Да, один, один у нас, да, сегодня миссия. Миссия как у нас, миссия? Миссия пассабл, которые перетекают в миссию импассабл. На самом же деле, у ребят действительно большого бурджина, хоть так сейчас и не скажешь по ассортименту на бомбарной стойке. Да, я не скажу, я усмотрю, я как-то не скажу, что это большой бурджин. Ну, посмотри, ну, просто, ну, как-то, да, хочется... Слушай, ну, для меня, чтобы все, что больше трех, уже большой выбор. Так, да, здесь большой бурджин. Да, большой. И есть еще и, мало того, возможность, значит, попасть в такой же бар, но за городом. Озеро Медное, там есть, значит, теперь это коттеджный поселок, это лодж коттеджа. У них там тоже своя особая концепция атмосфер. И вот у них джинный этот бар на Медном озере, ну, как-то, да, там прям, в общем, кайф. Приглашаю. Давай, бросай машину, начинай пить. Слушай, если я начну пить, то у меня не будет, соответственно, времени больше ни на что другое. Ну, ответьте, как и что-то. Да я ей уже сказал один, что до свидания. Ну, можно же понять, что если, когда человек сбрасывать, то не надо, ему больше звонить. А если очень хочется? А если я нервная? Ну, не знаю, насчет нервов и так далее. Он продолжает меня снимать, посмотри. Слушай, а почему ты вернулась? Почему бы и нет? Ну, слушай, во-первых, ну, знаешь, жизнь за границей, мне кажется, только те, кто, в общем-то, за границей не был, да, и не жил. Они, в общем-то, всегда-то верят в то, что что-то где-то там, это обязательно очень хорошо. Вот как в фонтане такой уложишься, и тебя так... Ага, обязательно. Именно так и будет. У меня профильное высшее образование, диплом, которого там нуждалось в переводе, я могла бы работать фитнес-тренером, но тебя никто не ждет, и страшная тайна. И, конечно, в общем, перспектива работать в какой-нибудь бутике Армании продавщицей, ну, как нет, совсем уважение, но мне это было совсем неинтересно. Для этого ехать в Виталию, я не могу заниматься здесь. В общем-то, собственно, это была основная причина. Ну, и есть вторая причина, все-таки, знаешь, менталитет российского мужчины, он как-то ближе душеньки твоей российской, понимаешь, колоссии, березы. Я русский, я иду до конца. Узкий, мы узкие, и с нами бог. Не, я-то русский реально со всех сторон. У меня же была, у меня есть, ну, была поклонница, она пересмотрела там добрые половины моих видео, и она ставила несколько комментариев, что, Павел, вы вот так уважительно и с любовью отзываетесь о евреях, и у вас вот фамилия такая, вы знаете, что вы можете подать на репатриацию, и так далее. Я говорю, знаете, это мой псевдоним, вообще-то я Петров, у меня там дальше Романов и Сергеевы, и, короче, там, блин. Ой! Да-да, никаких таких хавей у меня нету, поэтому... Все мы немножечко... Ну, я-да, я очень не похож на всех остальных, я люблю армян, евреев, татар, вот какой-то я неправильный человек. Ой, и я люблю армян. И тут, в этот момент... Татары оболчились. Некоторое количество зрителей, вы вдруг поняли. Переключились. А мы оставим там ссылочку. Конечно, оставим. Мы там оставим ссылочку. Поэтому, соответственно, знаешь, какая бы страна ни была, где бы ты не находился, первично, мне кажется, даже если ты... Знаешь, я раньше выходила из дома, до тех пор, пока не появились дети с паспортом, на всякий случай в пятницу вечером за грант, и немножечко вещей с собой, потому что могла очутиться, в общем-то, где угодно. Но ни одна страна, будь то Европа или даже, там, не знаю, куда угодно, ну, алло, камон. Ну, это, да, не то, что домой тянет, это не совсем по этому, а просто, ну, перспектива, равноденствие, да, того, что ты можешь добиться у себя. Слушай, я сейчас очень сильно от человека зависит, потому что я, например, знаю людей, которым в Кайф Финляндии. Я в Финляндию приезжал, когда, я такой, через два часа думаю, где здесь стол, по которому можно холдбуку? Я, знаешь, это, я, это, Анна Ивановна, которая очень скучна в Пурляндии. Я бы не смогла, как-то, я бы без конца дяде писала письма, чтобы он меня вернул домой или денег выслал. Там даже с деньгами делать нечего, ну, как-то, поэтому, знаешь, все, конечно, печально про эти новые правила для получения визы, про закрытые-открытые границы, ну, в общем-то, и по сей день остается, мне кажется, совершенно актуальным о том, что недооценивают, когда думают, что хорошо там, где их нет. Я вижу, он открывает гранат, что-то не подсказывает. Да, я думала, он его будет выжимать, понимаешь, он его открыл и из бутылки льет. Вас там током бьют, я хотела, чтобы ты выжила его, понимаешь, бицепсом, там, как-то, понимаешь, произвел впечатление, хотелось бы, хотелось бы, вот, фантазия пошла. Так, ну что, классика, джин на гранате. Ну, я такую громадину не выпью, а если выпью, вечер перестанет быть томным. Перенещусь в Италию. Ненадолго. Итальяну, наверное. Так, ну что, смотри, я тебе предлагаю. Два смычка. Понимаешь? Оп, оп, присоединяйся. Мы тебе тоже отольем. Мы тебе, я тебе предлагаю, присоединяйся, пожалуйста. У нас шведская семья сегодня. Господи, наконец-то эта мечта моя сбылась. Как тебе? Нет, это очень круто, да. Да? На самом деле, да. Ну, ты понимаешь, как я вообще во всем этом проекте выступаю, как такая тебе сетиклава, потому что я очень давно не пил, и все, что я пью сейчас, ну, на постоянной основе, это действительно два-три глотка Ягермайстера, там, после того, как я скупался, там, в холодном заливе, или там где-то я вот иду, замерз, мне подарили фляжечку такую, вот, или с кофейком, все, that's all. Могу красного вина, потому что, ну, Франция, долго, да. То, что могу. Начнем с этого. Потому что я могу себе позволить бокальчик, да, du bon rouge. Ну, потому что Франция, конечно, на красном вино очень сильно переклинила. Там, идешь в магазин, вот, ты 2,5 евро, любая бутылка покупаешь, и все, тебе ничего не надо. Я вообще не знаю, кстати, вот, разве, если ты в курсе, нет, мне вообще говорили, что, если касательно вина, то вот все, что там, допустим, 20 евро или 100 евро, абсолютно не отличается. А вот уже разница начинается, где там 100 и, например, 500. Я согласна, но, как мне говорили, например, в Италии, да, ну, может, какая-то разница есть в Франции в ценовом диапазоне, но сами итальянцы, например, то есть, не когда там за стол и сели, то есть, ну, столовое вино, там, под ужин, на обед, на завтрак, что уж там. В общем-то, не будет бутылка стоить даже, наверное, 10 евро. И сами они говорят о том, что от 20 евро это вот прям можно какую-то резерву, да, там, что-то выдержанное, что-то куда-то, то есть, будет уже там много интересней. А именно, то есть, бутылки там от 100, но, наверное, все-таки, если говорим про коллекционное вино, про какое-то там прям выдержанное или какие-то особые сорта, автохтонные какие-то, да, маленькие вещи, конечно, да. Но это, знаешь, как у меня, я люблю шампанское очень. Я его, я его отличаю от всех остальных игристых, мне могут сколько угодно говорить мне там, да что? Ой, нет, это все там все одно, нет, для меня это разные совершенно. И там вот я готова переплатить, то есть, из серии даже не столько за бренд, сколько прям вот в принципе переплатить, потому что разница вкуса, это такой, знаешь, я не знаю, можем ли мы так говорить на канале, но это жидкий кокаин, да, это вот прям про шампанское. Так что обращайся, я знаю, где продать яхт и купить шампанское на все. Слушай, не знаю, вот шампанское, у меня дело в том, что моя алкогольная молодость пришлась на 90-е, когда все, что вкуснее спирта, рояль, это уже была амброзия, да, поэтому, не знаю, я как-то этот напиток не распробовал. По поводу красного вина я действительно распробовал его, да, вот я вот недавно распробовал кофе благодаря там, одним ребяткам, кстати, надо будет сделать только кофейню. Ой, а ты же знаешь, да, про эти кофейни, которые там привозят со всего мира, обжаривают там сами, и одни из них находятся на Литейном, кстати, в одной из парадных. Короче, да, я знаю про такие кофейни, но опять-таки, понимаешь, для меня там, ну, я кофе никогда не пил, для меня кофе это было что-то 3 в одном пакетик, наверное. С пышечкой. Ну, пожалуйста, да, пожалуйста. Да, кофе, вот. А потом, короче, когда я стал работал главным редактором большого-большого журнала, тогда только появился этот вот кофехаус, только-только. Но я в Москве жил просто, и он был там везде. И вот ты гуляешь зимой по Москве, ты заходишь, начинаешь вот этот кофеек пить. И мне кажется, что все, я кофемал, я вот теперь знаю. А потом, значит, вот там ребятки у меня рядом с домом 40% открыли заведение, и вот мне там один из владельцев говорит, типа, вот вы берете ремень капючином, вроде флэт. Я вот попробовал, и все. Вот второй такой флэт вот только вот на английском рынке мне понравился, а все остальное нет. Так, ну что? Мы закончили. Ребят, посчитайте нам, пожалуйста. Ага. Да. А ты не озвучиваешь, да, цены для людей заведения вообще? А, так все примерно одинаковые, но здесь 650, значит, что стоил 300. С 350. Да, там сейчас я заплатил, а сейчас сколько я заплатил? А, сейчас тоже, по-моему, что-то 500. Да. Я просто всегда, меня всегда удивлялась, знаешь, у меня есть небольшое количество друзей, которые не любят коктейли, потому что это всегда какая-то маленькая история задорого, не напьешься, и они всегда-то как-то это... 640. Ну вот, ну плюс-минус, то есть все коктейли в городе, так или иначе, стоят в среднем 600-750. Если мы берем какие-то лобби-бары, то в среднем это 1000. Поэтому, в общем, если вы по коктейлям решили пройтись, надо, ну, зарабатывать. Так, а я это что? Я же, собственно, работаю. Ради чего живем? Зарабатываю, вот, скажем, хожу, вожу. Господи, у меня сейчас Канис-Квартала, мне налоги платить. И там что-то поднабежало. Это еще, это тема, понимаешь, сейчас еще сложнее, чем переезд в Европу. Нет, ну, я, слушай, я добровольно сдался государству уже, как бы, второй год. Я чистый, белый, пушистый. А ты, у тебя индивидуально это не принимаешь? Да, у меня ЭПА. Да-да-да, я именно он. Ушел, я так, ушел. Да, я ушел. Тут, между прочим, бывает весело, понимаешь, обыкновенно есть диджей, обыкновенно есть. Бывает, на самом деле, конечно, потому что заведение, коим бы оно ни было спикизи, оно все равно в узких кругах, в общем-то, как бы известно само собой. Поэтому, если я танцевала на стойке, то вы рано ушли. Бывает. Так, мы сейчас с вами отправляемся в еще один спикизи. И я предлагаю сравнить вот это вот закрытое место с тем закрытым, которое совсем сокрыто, знаешь ли. Еще более закрыто. Еще более закрыто. И я знаю, знаешь, сколько таких мест? Да. Да. Без лишней скромности. А, знаешь, джин начинает действовать. Вы потом после съемки уходите? Оставайтесь, оставайтесь. Скажите мне, пожалуйста, мы сейчас пешком уже пойдем, да? Пойдем гулять. О, так нас ждет еще и променад по Невскому проспекту. Что может быть приятней? Знаешь, воскресенье. Невскую, я из-за поднески. Два красивых пьяных человека. Да ладно, не таки шуми пьяные. Ну, смотри, не сказал, что некрасивый, слава богу. Так. Ой. Ой, как вкусно пахнет. Какой-то же шавухой. Это не шавухой, это, знаешь, на масле. Да, на масле, что что такое? Что-то в этом отлагмана. А напротив, заведение для здоровой пищи на парах. Там вы можете ответить. Вот, кстати, интересная концепция. С одной стороны, на парах, значит, грудка на парах, овощи на парах, бла-бла-бла. А с другой стороны, алкашка продается. Ну, а как? Понимаешь, это как вегетарианские кафе. Они у нас, когда начали открываться в большом количестве, ты же понимаешь, что все равно, ну вот, да, у нас все равно был культ вегетарианства. То есть, это когда ты нет-нет, ты полерешь свинины где-нибудь в ночи. Поэтому как не предложить русскому человеку к паровой котлете шот? Слушай, ну, на самом деле, те вегетарианцы, или особенно вегетарианки, которых я, например, звал Ира, нам туда-туда-туда-туда, туда-туда, туда-туда, они такие были именно идейные. Понимаешь, то есть, они, ну вот. Согласна, согласна, но я имею в виду, то есть, да, среднюю статистику. То есть, все равно приходится учитывать. Хотя, конечно, я знаю парочку веганов, которые, ну, мужики, которые перестали ими и быть, но из спортивных соображений они просто ходили в зал и понимали, что, ну... Я знаю вегетарианцев, знаешь, наверное, на такой массе, благодаря вам в спортивной карьере просто. Я, у меня позиция очень простая. Каждый дрочит, как он хочет. Согласна, я считаю, что... На то мы расходимся, Паша. Да, да, да. То есть, вот, хочется человеку жрать мясо, пусть ест мясо. Не хочется его есть мясо, пусть он не ест мясо. Я не понимаю, откуда эти, как бы... Я знаю, я знаю ответ. У меня есть ответ. Потому что, когда на тебя снизу снисходит, понимаешь, какая-то... Какое-то открытие, будь то духовный рост, или будь то, ну, в принципе, да, какая-то что-то новое, что в жизни у тебя происходит, ты все непременно начинаешь с этим делиться, и просто кому-то не хватает... Тебе обязательно надо в этом всех убедить. Вот это вот желание всех убедить, оно меня... оно меня убивает. Я никого не хочу ни в чем убеждать. Но это ты, ты понимаешь, что несколько лет, Паша. Ты вырос, да, 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 я вырос. Но там еще не только в этом. Я просто у меня там было 10 лет. Я всегда говорю, занимайтесь махачем, ну, любым, там, бокс. Только не показывай. Да, не-не-не-не. Нам просто идти и еще 300 метров. Вот 10 лет этими занятиями, и все у тебя из башки вылетает. Ты абсолютно устаканиваешься, ты все себе доказал. Вот, ты перешагнула эту ступень, когда ты считаешь, что ты Брюсли. Потому что ты, конечно же, блядь, не только не Брюсли, а вообще, как бы, да даже не... А девушкам что делать? Тоже махач? Слушай, девушкам тоже бокс. Здесь, понимаешь, ты поколочишь грушу. Вообще, на самом деле, я уже говорил об этом в одном выпуске, девушки, смотрите. Вы думаете, что вы придете на секцию бокса и и там... Нет, там же... Батайский, как красиво. Там же все прекрасно понимают. Во-первых, это дичайшая физическая нагрузка. Это одна из самых тяжелых физических нагрузок. Я всегда заменяла кардио. Я терпеть не могу бегать, особенно на беговой дорожке. И у меня был тренер по боксу. И мы спарринговались, тем самым я закрывала вот эти кардио. Ну вот, а любая тренировка, вот это такое кардио, вот. А во-вторых, вы, на самом деле, перешагнете через себя. Потому что, ну, я всегда говорю, что любому мужику всегда в жизни надо, конечно, хотя бы раз-два кому-то набить морду. Или чтобы ему морду набили. Обязательно. 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 Да, 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 обязательно. Если этого не произойдет, он как бы не обретет вот эту пущу под ногами. Это, конечно, ну, такое не из области, там, толерантных размышлений. У нас сейчас с тобой, смотри, 47 секунд на Аничковом мосту. 47 секунд, чтобы быть в моем, чтобы быть в моем, чтобы быть в моем. Да, так-так. Песня закончилась. Закончилась. Мы такие старые, чтобы помню песни группы «Технология». Скажи мне, пожалуйста, я вот, как гид классического образования, конечно, никогда мошонку у коней рассматривать не предлагаю. Но, а есть? На том углу. Есть? Ну, то есть, все-таки, ну? Нет, ну, на самом деле, хочу сказать честно, я этим даже пытался заниматься в Берлине, но тут и есть проблемы. Ну, ты же знаешь, в Берлине же стоят, собственно, у нас дважды сделанные, я бы не сказала. Да, да, в парке они стоят. У нас вторые. Да, да. Я вот даже когда туда водил экскурсионные группы, я всегда туда заложен, мы туда проходим и отдаем дань нашему Петру Клоту. Дело в том, что, действительно, вот если заглянуть вот под ту скульптуру, которая на том конкретном углу стоит, Вам давать? Там можно усмотреть некое сходство с лицом, да, можно усмотреть. И я думаю, что отсюда эта байка, и там же одна из версий, что, типа, это любовник жены, а другая это плю. Да, но, как бы, процесс создания байка, он понятен. Мы сейчас живем в такую эпоху, где просто... Бабаечную? Просто бабаечную, я бы сказал, эпоха бабаек. Мне больше нравится, знаешь, вот эта история о том, как формировалась, значит, мировоззренческая модель на основе, вот, собственно, этой скульптурной группы. От того, что, значит, человек, да, обуздывает коня, мол, человеку подвластна природа. Ну, да, человеку подвластна природа, если он не мудак. А мы уже выяснили, что для того, чтобы не быть мудаком, нужно вовремя обезтикулить. Да. Вот и все, вот и все. Вуаля, смотрите, ребята, мысль, философия сформулирована практически, да. Наш, можно сказать, метафизический трип по низкому проспорту, хотя вот Довлатов, про которого я, ну, в данном случае, буду позже рассказывать, потому что я это уже снял, но, по сути, я уже рассказывал, он при слове «метафизика» вставал из-за стола и уходил. «Как выгнать Довлатова?» «Метафизика, Довлатов, ты чмо!» «Что?» «Ты гандон!» «Удобно, да, когда Довлатов не может ответить?» «Да, да». «Не, я просто моделирую, как, а когда думаешь, метафизика, он встает и уходит, все. Здесь это была последняя капля терпения в нем. Ну, вообще, мы идем по проспекту, который, вот, тут каждый дом описан моим путеводителем, поэтому everybody welcome. Ой, я видела твою книгу, у меня ее нет. Когда я ее получу? Или надо купить опять за деньги? Эти пошлые бумажки. Мы как раз, понимаешь, мимо книжной лавки. Слушай, мне тут подступило, кстати, очень интересное, мы тоже предложение сделать. Ты тут продаешься? Нет, я сейчас нигде не продаюсь, потому что, если я где-то буду продаваться, эти книги сразу будут дороже. Либо мне надо просто, соответственно… Что они покупают совсем? Нет, покупают более чем. Нет, я к тому, что вот следующую книгу, которую я буду, если я напишу, то тут я уже, конечно, буду, наверное, либо через здание, либо… А у тебя же есть, помимо путеводителей и прочей исторической профессиональной литературы, есть и художественная? Да, есть. Более того, вот уже второй тираж этой художественной литературы. Как ты собираешь этого фабульного героя? Где ты находишь? Понимаешь? Я тебе объясню, как это произошло. Давай. Значит, первым романом «Косикка на штанге» он был автобографичный. И когда я стал писать свой второй роман, у меня была главная задача сделать так, чтобы там меня не было вообще. Ну, то есть там могли быть ситуации, которые я как-то перелопатил, какие-то ощущения, что-то еще. Но вот меня, чтобы там не было абсолютно. И я этого добился. То есть там два героя. Ну, то есть один просто на меня, может, похожий, потому что он скинхед, потому что я иногда лысый. А так они абсолютно ни один, ни второй на меня не похожи. Вот. И как бы я подошел, ну, то есть я понял, что такое композиция в книге, что такое поворотные точки, потому что я тогда учился на курсах киношных. Кто-то я в специализации, ты режиссер-сценарист? А, ну, это понятно. Слушай, да нет, у меня официальная профессия, я вообще по первой профессии столяр, потом я, значит, закончила вот здесь и дальше, с этим помойки. А к столяру прилагаются какие-нибудь шахматы из хлеба? Ну, пожалуйста. Что-то какая-то издюминка, Паша. Слушай, нет, к столяру прилагается очень хороший жизненный опыт, потому что я… И очень милые руки, надо заметить. Ну, да. Потому что вот, знаешь, у нас сейчас, мы живем в такую эпоху, когда у нас нарисовалось очень много борцов, там, знаешь, с капитализмом и так далее. А ты этих борцов спрашиваешь, ребята, а вы у станка сами-то вот стояли, и выясняется, что там, не знаю, там, из 30 человек, там, дай бог, два-три. Вот. А я как бы стоял, и я как бы знаю, что это такое, пидеть ДСП, древесно-стружечную плиту, в течение, там, сначала 3-4 часа до обеда, и потом 3-4 часа после обеда. Это очень неувлекательный процесс, я бы хочу сказать. Поэтому, когда меня спрашивают… Это как в Испании, да, им, чтобы потрахаться, надо сначала поругаться. Как много, понимаешь, прелюдий. Ну, они, как бы, они постоянно орут, орут, а потом любят друг друга. Вот у них вот такая… Это что-то от неврозы. Ну, слушай, у всех, как бы, людей свои… Спору нет. Да. Мы с тобой дошли. О-о-о, боже. Вот он, я так люблю, значит, помимо этой истории… Little Садовая. Little Садовая. Little Садовая, значит, помимо того, что, ну, котам принято там, да, кидать эти монетки, и я всегда своим туристам, например, не рекомендую этого делать, потому что эти ободранные углы лично меня не радуют. Но зато радует меня вот этот ресторан, значит, да, в доме купцов Елисеевых на втором этаже, Мезонин ресторан, и когда ты сидишь у стола вот здесь, у них там есть сет из шампанского, которое производит, в общем-то, дом купцов Елисеевых, и там какие-то три маленькие канапешки с черной икрой, и вот ты весь такой аристократ. Недобитый. Недобитый. Значит… Недобитый. А местные, значит, насторожилы, они вот эти мусорные баки с пепи дешан подкатывают, значит, чтобы мелочь эту собрать у котов, и, соответственно, забирается тебе в окно. Так, давайте, друзья, итак, у нас сегодня чемпионат по броскам котика. Давайте, да, смотрите, говорю, не кидай. А, это же киски, это она, котик там, на другой стороне. Окей. И… Не все. Не попал. Не попал. Не попал. Так, все, значит, первое желание. О, второе сросло желание. Так, и… Я так на коктейль. Сейчас в самый дорогой бар идет, понимаешь? Собирай теперь. Нашал пусик. Ой, прям золотая антилопа, чувствую себя примерно так. Да. Так, ну что, зато, смотри, теперь все точно понимают, где находится этот спикизи. В общем-то, секретный, да, секретный секретного. И ровно на такая же подворотня, на самой, получается, так или иначе, центральной улице, заходите во двор, и вот если бы я была не с ведущим, я бы, конечно, наверное, даже напряглась, если бы меня сюда на свидание позвали, да, и начали заводить куда-то. А мы, собственно, так и сделаем. Снова нет ни одной вывески, снова нет ни звоночка, ни колокольчика. Снова в нашем зале. Да, но нас уже ждут, потому что... Друзья мои, мы идем практически в то место, откуда нардовольцы делали подкупы. Между прочим, между прочим, примерно в ту самую. Я тебе, мало того скажу, я тебя зову еще и вниз. Нам, наверное, тут нужен будет фонарик все-таки, потому что у ребят темно, есть особые правила посещения этого заведения. Сейчас вы обо всем узнаете внутри. Пойдем. Так. Темнота, друг молодежи. Да, нам нужен однозначно фонарик. Понимаешь, и тишина. Да, я тебя веду в подвал, реально там, где, в общем-то, квартира базировалась на нардовольце. Так. Привет. Добрый вечер. Здравствуйте. Мы за кровью младенцев. Да, мы стандартно, да. Я вам звонила, говорила. Хорошо, за мной помогу, он своих недель. Дай. А нам... Давай, я сдам сюда, я разденусь. Причем, время пришло. Ну, наконец. Андрес, ну, ребятки. Смотри, смотри, какую красоту у тебя. Ребятки, я понимаю, что тут плохо видно, но что поделать. Да, здесь прям нужен фонарик. Мы сейчас с тобой присядем где-нибудь. Я прошу прощения. Да, да. Есть правило, я сказала. Да, 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 конечно. Мы даже... В нашем заведении есть ряд правил. Да. У нас действует дресс-код. Это вечерний стиль одежды, смарт-кэжу и бэк-тай. Хорошо, что я не надел свой абибас. Прекрасно. Да. Также у нас здесь может действовать время ограничения в 2 часа, для того, чтобы все гости смогли к нам попасть. Мы управимся раньше. Мы управимся раньше. Я всегда с девочками это делаю, к сожалению, не очень быстро. 3-7 минут. Да, да, да. У меня 46 лет и 2 часа это не моя история. Вы не делайте такое серьезное лицо у нас. Друзья, для вас будет небольшая водная экскурсия, я провожу вас к вашим местам. Давайте, давайте. Здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать в бар кабинет. Не, 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 не снимай. Расскажи немного более подробно о кабинетах. В конце 19-го, в начале 20-го века стали набирать популярность так называемые кабинеты. Это были маленькие, тайные, приватные комнаты при высококлассных ресторанах. Особую популярность им начали набирать купина сухого закона в России, когда бар и алкоголь и напитки были нелегальны. Эта история имеет для нас очень большое значение, так как нашим заведениям мы даем дань уважения не только истории старого суббота, но и истории первых кабинетов в частности. В данном зале, как вы можете заметить, у нас располагаются две мягкие зоны для больших компаний, стол для blackjack'а, а также пианино по случаю того, что по пятницам и по субботам у нас проходят концерты живой музыки. Как правило, по пятницам это пианисты, а по субботам – джаз-бенды. Прошу за мной в наш основной зал. Гостей не снимать. Мы здесь, к великому моему сожалению, не можем подсвечивать из-за этих правил. Можно вот сюда встать, чтобы мы гостей не за... Очень хорошо виден этот стол, однозначно на камере. Как вы можете заметить, у нас нет барной стейки в ее классическом формании. Вместо этого у нас располагаются столы для покера. Однако, хочу заметить, что в азартные игры мы не играем, так как это запрещено законом в нашей стране. Вместо этого наши барменники смешивают за ними для вас ваши напитки. Если в течение вечера вы захотите покурить или подышать свежим воздухом, вы это сможете сделать за черной ширмой. Так, вы попадете во двор. Если вам только станет холодно, вы можете обратиться ко мне за теплыми грядами. За любовью. За любовью. Так, где наши места были? Прошу вас располагайтесь. Я возьму себе циферку семь. Я шестерка. Вашим парнем зовут Станислав Николаевич. Здравствуйте, Станислав Николаевич. Вот эта добрая фея знает, что нам надо. Но здесь знает не добрая фея, здесь знает Станислав Николаевич. Станислав Николаевич. Согласитесь? Смотри, какой он номерок. Они же визитки. Станислав Николаевич, порадуйте вкусовые сосочки. В мир коктейльных оргий. Вода, везде вода. Слушай, мне кажется, это знак. Книга с Ярославлем. Книга с Ярославлем? Да, сейчас допьем и едем. Слушай, я там не был ни разу. Я была совершенно недавно. Отмечала день рождения в монастыре, не поверишь. В монастыре? Да, у меня подруга там служила. Ты поэтому сюда бухать пришла после этого? Я допила и после. Или ты как-то наша знакомая, которая после интимных утех любит ходить исповедоваться? Травит душу? Нет, на самом деле это очень крутая комплексная терапия. Представляешь, человеку… И она слышно, Елизавета Петровна одна у нас чувствует. Да, и в общем, ты когда барышне даришь праздник, ты ей даришь двойной праздник. О, как просто. Мне луну, понимаешь, и пятьдесят. Ты ей, так сказать, небольшой утехи, и потом она идет… Потому что так, говорит, неинтересно. А вот после этого вообще, понимаешь, очищение. Нет, ну я день рождения отмечала, знаешь, подругу навестить. И на Ярославский монастырь Толкский. Он, в общем-то, сама территория, там красиво очень. Ну что ж, Владимир Николаевич. Я не стал прерывать. Спасибо большое. Нам на самом деле нужен какой-то один, но вот яркий штрих в нашем сегодняшнем вечере. Кульминация вечера. Потому что вы у нас, к сожалению, не первый. Но лучшее. Но лучшее. Но зато вы катарсис. Вы… Да, вы это говорите. Да, вы это говорите. Пожалуйста, угощайтесь нашим традиционным лучшим на основе игристого вина и фрукта. Мы даем дать первым кабинетам, в которых подавали парпурную чашку алкоголь. Как все гости думали, что пьют чай или кофе, на самом деле в то время пили шампанс. Балтийский чай. Скажу вам наши картельные карты, которые находятся на карте. Пожалуйста, взял. Чай, мадам. Да нет, я тоже могу налить. Девушке, пожалуйста. Не-не, девушке нормально. Мне еще снимать. Мне кажется, в монастыри надо ехать зимой. Однозначно. И мало того, я вас даже приглашаю. Потому что, на самом деле, девочка, которая подружка моя, школьная подруга, она там действительно служит. Примерно, она монахиня. И совершенно черного юморка личность. Поэтому, в общем, так и не смеялась никогда, никогда не думала, что, понимаешь, с монашками будет так весело. Нет, слушай, но разные есть люди. У меня тоже, как бы, есть, там, парышка знакомых. Там один архимандрит. Отправляют нам священник. Самые, вообще... Абсолютно. Причем настолько, ну, я у нее спрашивала, знаешь, я говорю, кто приходит в монастырь? Я говорю, есть так, прям, с улицы. Там должны постучались и примите. Я говорю, кто обычно приходит? Кто к вере обращается? Она говорит, знаешь, либо он пришел ума, либо от безумия полного. Ну, потому что, как бы, да, ровно, ровно про твою адекватность, оно, как бы, в общем-то, поверь и будет. Так что зимой, мне кажется, однозначно нужно ехать в Ярославль. Он сам прекрасен, милый, малый город. И монастырь отдельная песня. Глашаю. Смотрите, как вы с вами принялись в спеките баре, да? О душе. Душа – это лучшее. Мы с вами сыграем? Да, да, ваше удовольствие. Давайте я расскажу о нашей коктейльной карте, она находится на карте. Пожалуйста, для вас. Угу. Так, 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 так. У нас четыре раздела коктейлей, четыре стихии, посередине все написаны. Первая стихия – это воздух, это легкие коктейлина. Так, сейчас воздух. Содовые такие коктейли, как шприц, Кирояль и Американо. Вода – это Сауре, такие-то сладкие, освежающиеся, сочные. Такие коктейли, как Дайкири, Маргарита, Виски Саур. Так. Коктейли покрепче, с мужским характером, сладкие, немножко с горечью. Такие коктейли, как Олфэшн и Растине. И Огонь – самые крепкие коктейли, которые у нас есть. Куда не входят цитрусовые соки, только один алкоголь. Такие коктейли, как Негронидрая, Мартинья, Хэнки Пэшки. Выберите. Обыкновенно я всегда беру огонь, но сегодня, знаешь, особый случай. Пойду по мужикам. Земля. Что бы ты выбрал, если бы пил? У нас будет один коктейль? Паша не пьет у нас. Я бы, конечно, выбрал последний. Выбрал бы Огонь, да? Ну, давай тогда. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Нет, ну окей. Поближе к земле. Поближе к земле, давайте. К земле помнажды. Так, теперь нужно, значит, стихию я выбрала. Теперь нужно, значит, выбрать, собственно, коктейль. Да. Юрмунгант, мировой змей, значит, Дон Кихот и голем. Тут, соответственно, состав напитка, значит, эликсир охотников, смешанный с перчиной, мятой, специями, огненная патока и крепкий виноград с нотами яблока и кофе. Фалерном, патока, сладкий виноград, мед и специи. Ну, Дон Кихот, ну, я не могу быть сегодня. Получается, что... Получается, не получается, что случилось? Так. Это есть такой фокус с картами, когда ты карты делаешь. Я, кстати, его знаю. Да, два с одной карты нужно для этого. Три раза по три стопки раскладываешь, и потом ты вытаскиваешь эту карту, которую человек загадал. Всегда? Да, всегда. Три стопки об этом как-то задействованы. Правила трех стопок никто не отменял. Смотри, какая милая. А батарейка? А у нас же есть с собой, если что, мы... Да, ну, пока он еще... Ничего, так у нас еще, в общем-то, мы, собственно, к финалу движемся. И опять, вот смотри, да, если говорить про ценовую политику, у нас снова с вами руководит. Да, плюс-плюс-минус. Да. Они все, да, в одну цену будут? Плюс-минус, да. А с 6 до 50 до 80. А теперь можно я сделаю это со светом и фонариком? Ну, как он будет? Мне нужен фонарик твой. Покладем на стол. Я хочу просто вам помнить, я вам в самом начале, да, вот так перевернем. Смотри. Чик. Трак. Магия. Это потрясающе. Понимаешь? Ну? Ну и никакие даймонды не нужны, понимаешь? Просто красивый лед, луну и 50. Так, кто там у меня... Следующий на очереди приведу сюда. Да? Обращайтесь. Слушайте, тебе понравится, потому что он несколько отдает тигрмастерам. Мне кажется, травы вот в твоем вкусе могут вполне себе. Есть что-то очень хорошо. Напомните, из чего он сделан? Пожалуйста. Ванильник от Рабанда. Федро Хименов Стахерис. Испанское крепленое вино. Португальский портфейр. И Амара Афира. Вот тебе, собственно, нравится? Угу. Угу. Вот тебе нравится вот эта штука. Ну, а Херис всегда хороший. Угу. 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 Попробуйте как-нибудь для вечернего, значит, времяпровождения, если есть камин, вообще идеально. Угу. Угу. Закончили. Угу. 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 Ну, так просто у камина посидеть, а потом, чтобы он там какое-то время испарялся, на полочку поставил и пусть он там стоит. Угу. 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 Давай мы, значит, вот что сделаем. Ну, естественно, мы оставим все контакты. Я буду нежно целовать ваши руки. А может быть, и не только целовать, а... Если вы 25-летний Херес из Австрии. Боюсь, это будет 38-летний Хер из Армении. Да ладно, из Армении, из Улюпинска. В Армении-то они хотя бы, как бы, это... Ну, мы причешим, как-то облагородим. Уже в Петербурге у нас все возможно, понимаешь? Это город возможностей, я считаю. Это правда. Я в этом городе и живу. Это город возможностей, хотя он, конечно, очень особенный. Именно поэтому отсюда не будет выезжать ни в какие гейропы, ни в какие пиндосики. Нам того они не ждут. Хотя, на самом деле, я прекрасно понимаю своих корешей, там, Жека, Кирик, Сашули, которые сейчас в Бостоне обретаются. То есть им там хорошо, я понимаю, почему. Значит, да, ссылки там есть. Ссылки на все мои ресурсы вы тоже там увидите. Там и книжечки, экскурсии и так далее, и так далее. И, конечно, вас ждет продолжение этого проекта. Извините еще раз за темную картинку. Ну, вы когда сюда придете, вы поймете, что места светлее нет. Как в анусе негра, да? Но, тем не менее. На этом все. Оставайте комментарии. Увидимся. Пока. Кстати, прежде чем будет некий бонус трек, и чтобы как-то вот разбавить эту чернушную картинку, я хочу вам предложить послушать живой трек моей очень хорошей знакомой Светы и невестиной, которая вообще на самом деле барабанщица. Мы сейчас делаем музыкальный проект, но вот эта песня, она прекрасная. Две замечательных девушки. Вас, я думаю, еще больше настроят на нужный лад перед погружением в очередное темное пространство. Метров с десяти увижу, как пуля пролетит, замри вот так. Не дает дышать, я жду звонка. Мне не выбирать, ты навека со мной, со мной. Она вернись дождем и ветром одиноко, в дуфу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Одиноко и потеряно Одиноко и потеряно Обернись дождем и ветром Субтитры создавал DimaTorzok 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 мне такое давали пик тусин пиртусин о боже добро пожаловать детство там есть что-нибудь у вас она есть что еще не замысловатый мартини при этом рисом больше не производящийся вообще незамысловатый последний мере мартини мамонте дайте тоже понюхать я люблю нюхать как вы поняли шампанское белый кокаин все понятно не белый балтийский чай ликер на основе мака видит все на дне боже я так а где вы будете это доставать когда перестанут привозить сложного брать эта штука еще раз ликер на маке чудо чудесное терна маке опиум для народа в честь стива джобса все же мечтал попробовать компьютерный напиток это вот пахнет потрясающе это напитки я предлагаю нам выбрать давайте давайте смешаем и наша так смотрите я замешкалась между растрелли а тут есть растрелли да вот смотри есть растрелли через почему-то о потому что это же название коктейля да я так понимаю и мне нравится что они посмотрите какой крепости все на три корона я вижу да вот теперь она в бледно у растрелли не такая большая крепость на две короны так ну что же сальвадар удали я разрешите не буду зачитывать историю потому что здесь еще и хруст хруст щёвка то горные гордые твои но это что-то про ссср да я я пушкин гагарин очень гагарин как девственник гагарин так ну что ж молодой пушкин меня мало интересует он слишком сладкий на мой вкус в молодости верчин гагарин боюсь мне тоже не зайдет а вот григорий распутин джорджа он здесь джорджа джорджа джордж и мамой мне как мне кажется я явно я за распутина тем более он с бананом ну давайте распутина 1 1 распутина я ничего не люблю вообще не пью поэтому я сейчас просто ну ненавижу но в вашем исполнении полюблю я я объясню почему я не люблю черноплодную рябину потому что у нас на даче всегда росла эта черноплодная и здесь всегда делали варенье а ты не не плевал это и это понятно и вот это все все виды сексуальных возвращения с черноплодкой но варенье черноплодная но 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 такое она мне очень нравилось а его все время заготавливали какими-то просто промышленными промышленных масштабах и потом всюду черноплодкой должен все лето есть и был есть да поэтому давайте реанимируем мою так сказать любовь черноплодной рябине давайте я вам помогу ты уже там себе сторисы закатываешь вот так смотрите вот так налаживается бизнес-контакты понимаете зашли вдруг в дверь у нас есть буква по так далее я у вас читаю стихи здесь сирию ты читаешь стихи запрос кабинета да очистить и мне кажется диклами можно я микрофон человеком Но я думал, что это не было. Сиски, 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 сиски. Где? Сиски, сиски, сиски. Сиски, вот такие. Могли бы быть. Ты не знаешь такого поэта Родионова? Нет, московский поэт, его наш дизайнер, родной Дмитрий, все время очень сильно раскручивал. Вот у него такие стихи очень... Сиски, сиски, сиски. При этом у него со смыслом. Хорошо. Сиски и соски на них? Как там? Куда там еще? Сиски и соски на них. Я бы их! Я бы их! Окей. Мне кажется, это новая братищая собака. Безусловно, на самом деле... О, господи! Я уже давно не смеялся. Там происходит таинство. Там прям магия, магия. Вы с двух рук льете? Как-офф. Как-офф. Родион? Да. А давно вы открылись? Полгода назад. Полгода назад. И, как водится, любому спекизи, нет ни единой информационного повода даже. Нигде. Как узнать про вас обычному человеку, если вот не мы про вас расскажем? Инстаграм. И все? И все. Это запрещенная сеть. Да, ну. Мне кажется, место всему помогает. Собственно говоря, как и на пике, в которой у вас барь. Все то... Посмотри, какая посуда! Помимо как раз-таки той самой истории ретрофутуризма, которая у нас есть, одной из его частей является наша посуда. Потому что она вся полностью винтажная. Мы собирали ее по Петербургу, по Москве, у всех бабушек дедушек. Посуда от начала с 60-х годов до конца 90-х. Что пьется из такого бокала обыкновенно? Я бы с Сальвадором. Да не могу. Пускай, блин. Ну, в данный момент это коктейль. Хорошо. Скорее всего, франшинский пили либо ликер, либо вино. Ты сначала понюхай. Сначала понюхай. Я чем и живу. Что это? Знаешь, мне однажды нанесли парфюм на руки, на ладони. И говорят, ты только понюхай, чем пахнет. Я говорю, боже, какая прелесть. Что это мне говорят? Виски. Так что, если что, хозяйки на заметку. Немножечко виски на пульсирующую зону. И вот вы уже жена алкоголика. Ну как? Знаешь, я распутина пью, правильно? Все. У него есть второе название и оно... Вот так же неоднозначно, как и Григорий на Руси. Что-то между пятнатом... Это... 15. 15, да. Сифа. Шампанское. Производное. Оттуда? Между лагером, пятнатом и квасом, и грибом, вот, гриб, помнишь, да, это в банке вот эта штука, вот, 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 вот такое. В этом коктейле есть тоже название, и оно такое, класс восемь с половиной, здесь надо додумать самому. Да не надо ничего додумывать, не надо ничего додумывать, мы все поняли Родион, несите топор. Чтобы до моих размеров укоротить. У каждого коктейля есть своя история, и здесь у нас такая история, мы говорим о том, что если Григорий Раскутин дошел до наших людей, скорее всего, его уже звали не Георгий, а Георджо, и второй момент, это просто, скорее всего, за его деяния, за все его свершения, то, скорее всего, он получил такую импровизированную премию, как Бурнооскор. А какие у него были, знаете ли, достоинства, достояния, помимо 28 с половиной? А, кстати, это еще неизвестно было, на самом деле много чего можно говорить, потому что история такая, что он мог и находить общий язык с людьми разного чина, как и в плохой стране, так и в хорошей, и что из этого достоинства, пока непонятно. Ох, вы себя валите, Родион, плохая, хорошая страна. Есть у нас такие историки Котюбинские в Петербурге, которые... Сейчас они, мне кажется, запалили костры. Которые уверяют, что он был вообще импотент. Слава богу. Ты что, посадишься что-нибудь во сне, что ли, придет? Нет, нет, ну что ты. Я, между прочим, знаешь, любители альтернативной истории... О-о-о-о! Заходи! Ребятки! По закопанным домам? Псадечки! Да, да, поэтому... Или по раскопанным, я все время путаю их. Мне кажется, про свеженайденные надо говорить. Свеженайденные домы? Потому что это, конечно, отдельная песня. И не только что Родион. Родион, вы должны быть с нами в команде, мне кажется. Что вы говорите? Ну, эти, историки, краеведы. Душнилый. Вот так и говорите, так поедите. Мы позитивные. Ну, это я уж тоже заметил. И, как говорится, слава богу. Нет, на самом деле... Потому что, если бы здесь было душно, я бы попросил бы сюда дариться. Ну, мы бы ушли не все, а только Олег. Вот тебе пиало. А почему? Это что такое? Это как-то же Сарвадор Дали. Подожди, пожалуйста. Он же раковый мартини. Просто космос. Да ну... Что, реально... Да. Это реально рак, которого нужно съесть. Боже, Олег, какой оригинальный выбор. Я тебе как девушка твоя говорю. Наконец-то я увидела хоть что-то. Ну, ты можешь, понимаешь? А можно я попробую... Рака. Раком. Рак. Конечно, вот тебе грешенка. Пожалуйста, я хочу... Это что в основе? В основе там получается водка. Плюс, наверное, немного дарского курица, пинного и томатная, обеспеченная вода с чесноком и кинзлой. О, боже. Эй, ты знаешь, почему это на своем ерунде? Это свою... А, да. Накрешенку. Да, я хочу... Ну и что мне делать с ней? Покурди просто. Да, угостит ее хвостиком. Петушка, Сережа. Вот тебе пиала, завали. Девочки! Так здорово! В Питере самые галантные мужчины. Они откроют вам дверь и, понимаете... А, кстати, наверняка я сегодня опять тебя не пропустил где-нибудь. На самом деле, кстати, когда снимаешь... Да, тебе ободописываешь? ...свои данные по поводу... Олег, ну я так не могу. Я все... Я ничего не трогала. И не трогай. Все на этом... Так вот оно какое, ваше раком! Нет. Что ты с этим делаешь, блядь? Ой, господи! Ну правда. Ну что ты издеваешься над женщиной? Родион, два башки. Родион? Я рада вам, пожалуйста. Как вам на джентльмен напиток без алкоголя? Очень. Очень. А кто... Сейчас она любит и снова полюбилась? Давай. Нет, но напиток хороший. Там у нас получается безалкогольный рислинг, плюс немного с риской апельсина и что-то наполняет. Хотели задать вопрос? Я вас иногда не слушаю. Кто составляет карту амбарную? Я. Вы? Я и два моих напарных. Бог мой, Родион. Ой, это законченная фраза. Родион, можешь уже делать этот коктейль, подавать, чтобы раком было четыре? В целом можно. Хорошо. Это очень круто. Здорово? Я очень круто. Это 100% на 5 плюс и это хуй поэр. Я прям... РА-ДИ-ОН! РА-ДИ-ОН! Анна Леи, масло. Синьора, что для вас может быть? Не-не-не. Я готов к этому раку. Еще один рак? Может быть что-то еще? Да. Божечки. У меня упало клешня. Что же будет сегодня у вас дома? Ой, ничего обычного. Если сейчас будет несколько раков, то что будет дома, это будет такое. Так и живем. Он мне рака не дает. Я домой не иду. Вот и все. Мы такие с ним, друзья. Вот это да. Ну что, теперь ты отдашь ему хвостик. Вот это мы зашли. Тебе почистить? Конечно, почистить. Ты же понял, что я не умею это делать. Понял. Понял, что я не умею это делать. Как прочим, и все. Но тебе тогда нужно не ракет, а нужно вангулство. Мне жаль их бесконечно. Ну правда, оно, блин, ну правда. А мясо, когда ты жрешь, тебе ничего не жалко? Нет, оно уже, понимаешь, оно уже без тела. Однажды, собственно, в свой первый приезд в Италию, меня предупредили о том, что никогда в прибрежных ресторанах есть не стоит. Либо открыли их все бывшие сапожники, и готовить они не умеют. Но мне было какое дело, потому что море, солнце, пляж, все дела. На итальянском я тогда не говорила практически ничего. Но попросила не давать мне меню, потому что я могу вполне себе разобраться. И в итальянском в том числе. И там были позиции на старте, основные блюда. В общем-то, я заказываю, я ни хера не понимаю в меню, но делаю вот это, да, русское лицо. И такая, мне вот это, дифлопе вот это, да, с семечками коциоса. И на пасту, ну, естественно, фрукты ли мары, да, с морепродуктами, это я понимала. И мне приносят, значит, сначала дифлопе, это не мучая, потому что у меня оставалось последние 16 евро. И обед нужно было совершить наполовину этой суммы. Я, ну, как бы, да, жить мне завтра будет не на что. Но я поем сейчас красиво. И бокал вина, естественно. И несут бокал вина, приносят, значит, лосось, красиво выложенный, 3 кусочка. Я не поеру, понимаете. Далее несут пасту, я голодный. Я хочу эти макароны уже быстрее. И фрукты ли мары, никаких там, значит, морепродуктов нету. Пару мидий, макароны разварены, невкусно. Ну, а я хочу есть. Я, значит, переворачиваю эти спагетти вилка за вилкой, и тут мне попадается вот эта тварь. Вот этой стороной. Это, знаешь, когда вот все эти ноги и вот это вот. Глядя, я впечатлительная. Я ее переворачиваю, у меня прям, ну, чуть ли не рвотный рефлекс, потому что, ну, жесть. Это была какая-то сороконожка, я понятия не имела, как ее есть. Но голодная я была больше, а мы же русские, с нами бог. Поэтому рвотный рефлекс я сдержала, макаронами эту херню закрыла. Я сидела просто, думала, как ее разделывать. Но я так до сих пор и не научилась разделывать раковых. Поэтому я устрица исключительно. Ну, просто бери хвост и жри хвост. Как это делает Олег? Покажите, научите. Хорошо, а потом мы чем займемся? Потом я научу тебя готовить из пинога. Накормишь, то есть вот так. Вот так я люблю мясо, любое. Вот, чтобы не видеть этого всего. Ну, ты понимаешь, что не попляшешь, не поешь. Ну же, почему раковая текстура хвоста рака вынимается целой спидкой и здесь разваливается? За счет долгого маринада? Мне кажется, маринада. Первый слышит такой вопрос. Ну, потому что ты, когда берешь рак... Я здесь все не представляю, что тебя ожидают на посещение. Рак вареный только лишь, он весь хвост же сразу можно, ну, как бы, вынуть. А тут уксус, я так понимаю. Да, и он его разваливает по текстуре, и поэтому не получается достать цельную. Ну, он, да, он получается просто маринованный. Но зато из-за маринада он получается вот этот глазированный. По фудпэеру, ну, вообще, космос этим. Согласна, это правда. Я думаю, что вам нужно делать гэс-бартейтинг с раковой, и это будет очень круто. Так вот, был вот этот четвертый кабинетик. А мы только что оттуда. Вареный гэс-бартейтинг гэрлотт с раковой. Ой, ладно. С раковой? Давай сейчас выключимся, наконец. Да.